Ирина, добрый день. Интересная работа у вас очень получилась в результате мастер-класса. Мне очень нравится такая манера живая. Сразу могу отметить, что единственное, что меня смущает, что вы выложили фотографию, где очень обрезан низ. Я понимаю, что нет возможности иногда полноценно фотографировать, но все же лучше было бы, если бы я могла увидеть полностью весь лист. Почему? Оценить композиционное решение. Но, тем не менее, очень живая труба. Граммофонный получился. Вообще у вас такая живая манера. Все построили очень хорошие. Красные, жаркие, яркие, сочные. Да, замечательные совершенно. Какие я могла бы здесь дать вам рекомендации? Старайтесь избегать откровенно голубых. Почему они спорят с красным цветом? Вот именно в таком сочетании желтый с красным и появление ярко выраженных голубых очень так смотрится инородно. Но при этом неплохо смотрятся они же, эти же мазки, да, вот в качестве пыли верхней поверхности. Здесь хорошо смотрятся зелено-серые такие с легким оливковым, каким-то налетом, с легким, каким-то таким вот спокойным, таким благородным, зеленоватым, сероватым оттенком. Это что касается именно цветового решения. В целом мне работа очень нравится, очень такая живая, живописная, в хорошем смысле слова. Что можно еще про композиционное решение? Немножко здесь просится вот что-то, какое-то дополнение, да, чтобы был классический треугольник. У вас не зацентрованно, хорошо закомпонована центральная часть, все как-то вот гармонично, но вот здесь что-то просится, наверное может быть даже и ту же самую пластинку, о которой мы говорили в прямом эфире. Дальше, внимательно посмотрите, пожалуйста, плоскость горизонтальную, она должна быть параллельно всем сторонам. Под углом будет смотреться, как будто все предметы у вас съезжают и падают. Сейчас мне здесь кажется, что она немножко есть легкий намек, что она уходит влево-вниз. Делать круглый стол не надо, лучше пренебречь этим силуэтом, то что там в референсе. У меня просто один круглый стол, мастерской и других вариантов нет. По построению предметов, здесь есть легкая запутанность, если есть легкие такие сложности. Граммофонная труба по отношению к деревянному корпусу разумно, да, вот такой размер, соразмерно все смотрится неплохо. А вот пластинка почему-то очень резко укоротилась по краям, да, и оголилась большая часть корпуса. Все же пластинка более плоская, более вытянутая. Почему? Смотрите, пожалуйста, размер пластинки и размер красного шара. Пластинка уменьшилась, красный шар очень сильно увеличился, и он еще и вышел вперед деревянной коробки. Я имею ввиду, если посмотреть сверху на план стола, то он лежит далеко вперед и как будто выпихивает к нам сюда шелкунчика. Что можно сделать в этой ситуации? Просто уменьшить сильно снизу красный шар. Спрятать его, сделать так, чтобы он стоял за коробкой, то есть буквально 2-3 сантиметра снизу его подкоротить. Пастель позволяет наносить коррективы, изменения. Несколько слоев точно можно переделывать. Красный цвет экспрессивный, перекрывать его сложно. Вероятно, прежде чем перекрывать, вам придется здесь немножко выбрать или клячка, если она у вас есть. Клячка это лучше всего фадер кастл серого цвета, такая как масса, вязкая, серенькая. Либо просто резинкой аккуратно, мягкой-мягкой и просто его подкоротить и со стороны тени тоже. Тем самым он у вас отодвинется в глубину, он не будет мешать шелкунчику и не будет спорить по размеру с деревянной коробкой. Граммофон, предмет сам по себе очень крупный, очень объемный и конечно же никакой новогодний шар с ним сравниться не может. Отсюда немножко великоваты эти два шара, то есть если вы уменьшите сильно этот шар, вы увидите, что эти шары у вас приравнялись по размеру к этому и их просто тоже аккуратно прорисовать внимательно и уменьшить. По крайней мере тот, который большой и дальний точно. Хочется, что еще более конкретно четко блики. В бликах должно появиться окно с переплетом, все как положено, все как в обычных окошках. Фон я вам рекомендую сделать также этюдно эскизно, так как вы делаете его здесь, какими-то такими шаршочками, областями. Просто немножко вот здесь его сделать потемнее, да, чтобы вот классический треугольник прямо визуально прочитывался. Все. И на этом все. Больше ничего делать не надо, особенно в целом у вас очень живая, интересная работа с настроением, ощущение праздника есть, ощущение чего-то такого живого тоже, живой материал в руках и это вы его чувствуете очень хорошо. Есть легкие ошибки в построении, которые надо чуть-чуть подправить. ничего особо супер криминального, но визуально надо немножко что-то сбалансировать, скорректировать и я вот, собственно говоря, уже все перечислила. Я желаю вам дальнейших творческих успехов, очень рада, что вы присоединились к нам и что вам понравилось.